Первое, что приходит на ум при упоминании о регионах, конечно, сельское хозяйство. Давайте посмотрим, какие изменения произошли в этой отрасли. Показатели здесь действительно улучшились за счет продуктов животноводства. Так за год на мясо зарубили почти 370 тысяч животных и птиц. Это на 7,5 тысяч больше, чем в 2017. Молока тоже надоели с лихвой. Коровы отдали родине аж на 30 тысяч литров больше, чем раньше. Каждая курица снесла в прошлом году на одно яйцо больше, чем в позапрошлом. Тужились бедняжки на благо развития регионов. Фермеры собрали и намолотили больше культурных растений. Зерновых, например, почти на 2%. Практически во всех сферах в 2018 году был прирост. Промышленность по сравнению с 2017 выросла почти на 8,5%. Количество малых и средних предприятий увеличилось больше, чем на 700, а это почти 7%. При этом стало больше и индивидуальных предпринимателей аж на 10 тысяч человек. Но стоит отметить, что при таких, казалось бы, чудных показателей официальных безработных тоже стало больше. Почти на 5,5 тысяч человек. Их количество уменьшилось только в Бишкеке, Нарынской и Чуйской областях, и то не на много, а на 264, 838 и 531 человека соответственно. Средняя заработная плата по стране тоже увеличилась, но, как обычно, не шибко. В общем, почти на тысячу суммов, но не везде и не у всех. В Баткенской, Ожской и Иссыкульской областях в среднем всего на 350 сомов. А вот максимально подросла зарплата, разумеется, в Бишкеке. Больше, чем на полторы тысячи сомов. Вот тут-то сразу заметно, что регионы развиваем. И хотя зарплаты немножко подросли, особой тяжести в карманах кыргызстанцы все равно не заметили, потому что подскочили еще и цены. За год они выросли почти на 2%. Среднее количество образовательных учреждений не изменилось. Совсем. Как было 2262 школы в семнадцатом году, так и осталось. 2262. И это несмотря на то, что строились новые, но, видимо, параллельно закрывались еще и старые. Так что изменения нулевое. К сожалению, на сайте надстаткома статистика только за первые три квартала прошлого года. Но, может, все те колоссальные изменения, о которых, говорят, произошли в последние три месяца, и мы о них еще не знаем? А пока, глядя на все эти нивелирующие друг друга показатели, хочется достать из розыгрышной пачки чая карточку. Со словами «Попробуй еще раз». Попробуем. Олеся Цурикова, Хасан Гафиров, Телеканал Апрель.